Светорегуляторы. Что, какое решение и что предлагает Шнайдер в этом случае? Не буду углубляться в всех очень маленьких нюансах и технических характеристиках, что это имеет в виду. Но рассматривая, как вы видите, таблицу, Шнайдер предлагает полное решение во всех случаях жизни, как говорится, по лендовому освещению. То есть это классический светорегулятор, это так называемый светорегулятор, который можно использовать в любых других выключателях, какие только возможно представить, и управлять звонковой кнопкой. Потом есть на дымрейку устанавливаемые светорегуляторы. Сегодня удачно, я так надеюсь, что инсталляторы с этим справятся. Да, у них там целая куча этих регуляторов. Потом существует KNX светорегуляторы, которые специально для ледово-осветительных приборов. И последнее, как дополнение всему этому месте, инструмент, которым проверить ледовые лампы и насколько они сопоставимы со светорегулятором. Что Шнайдер со своей стороны с этим тулом предлагает, я вам расскажу потом немножко поподробнее. Первый, так называемый, классический регулятор. Я думаю, что все привыкли видеть, что он из себя представляет. То есть вместо любого простого выключателя мы можем вставить такой интересный прибор, так как светорегулятор. Во-первых, надо понять то, что эти регуляторы супер универсальны. Что это значит? Это значит то, что он автоматически детектирует, какая нагрузка подключена к этому регулятору. При первом включении он автоматически понимает, какая нагрузка к нему подключена. В принципе, он содержит в себе внутри два вида принципов регуляции. То есть это RL, то есть индуктивный и капацитивный. То есть он или работает в первичной части реквенции, то есть отрезая, или в второй части, в которой капацитивная регулировка. То есть существует всего два вида этих регулировок. Регулятор сам детектирует, каким принципом он работает. Но здесь существует несколько таких дополнительных параметров. Первый из параметров, которые надо понять. Ледовый регулятор всегда будет включать на нулевом пункте. Потому что он работает с реквенцией, он всегда включает на нулевом пункте. Они имеют такую специфику. То есть сразу вы уменьшаете уже эти стартовые токи. Второе. На ледовых регуляторах появляются дополнительные установки. Как вы видите, здесь у самого регулятора есть такая маленькая поворотная кнопка, которой надо выставить минимальный уровень освещенности. То есть вы выставляете минимальный уровень освещенности поворотной кнопкой. И здесь эта кнопка памяти его как бы подтверждает, он запоминает его. Зачем это нужно? Это связано со спецификой ледового освещения. Из-за того, что амплитуда их регулировки очень разная, зависит от лампы. То есть чтобы клиенту не было так, что он берет кнопку поворачивает и ничего не меняется, он говорит, а тут ничего не работает. Поэтому вы должны выставить нижнюю часть и верхнюю часть. Оба части, когда вы будете подставлять, в том случае регулятор будет работать в полном диапазоне. То есть эта специфика связана именно с ледовым. Вы так не встретитесь у ламп накаливания и галогеновых ламп. Но именно у ледов имеется эта специфика. Из-за этого мы советуем использовать для ледового освещения ледовый регулятор. Потому что простой регулятор, если вы возьмете, вы увидите, что его можно регулировать по таблице, которую я представлю дальше. Но в связи с этим регулятором надо использовать этот вариант. Потом дальше существует еще два режима. Один режим, когда вы меняете лампочку, то есть вы должны обновить эти установки. То есть вам надо сбросить. То есть reset, если вы меняете лампочку, потому что у каждой лампочки этот диапазон будет разный. Чтобы они правильно работали, этот диапазон надо поменять. В этом случае меняется эта установка. Ну и третий режим, так называемый для проблематичных ледов. Какие мы, как Шнайдер, понимаем проблематичные леды? Оказывается, как я говорил, что диммер супер-универсальный. Во-первых, он детектирует, какая нагрузка. То есть он переключается и на RC, и на RL. Но оказывается, что есть некоторые леды, которые стартуются как RC, а потом реально работают как RL. А как его регулировать? Вот существуют в мире такие леды. А что происходит с диммером? Он понимает, во-первых, что приходит RC-сигнал. Окей, он переключается на RL. Потом включился, а там RL. Он обратно. И мы видим, что эта лампочка моргает. То есть, в принципе, невозможно ее регулировать. Там происходит одно моргание. У нас диммером сюда-туда переключается, а лампочка моргает, и в принципе, ничего не получается. В этом случае существует этот режим принудительная RL-регулировка. То есть он не позволяет ему прыгать сюда-туда. Из-за этого существует специальный параметр. Вы переключаете, и регулировка происходит. Исходя из этого, вы видите, почему он специально для леда созданный диммер. То есть, если вы будете использовать простой универсальный регулятор, он не будет работать просто. Исходя из этого, сам регулятор справляется уже с этой проблемой. Следующая очень важная вещь. Любой регулятор имеет внутри защиту от короткого замыкания. Что это значит? Если где-то какие-то провода соединятся вместе, или лампочка будет выгорать, он автоматически отключится. То есть, он сам себя защищает. И следующая защита, так называемая защита от перегрева. То же самое здесь имеется, это ROX-директива. То есть, как он достигнет 65 градусов, он сам себя будет защищать. Он просто отключится. Он потом остынет, и опять будет работать. То есть, внутри находится тепловой контакт, который его защищает. То есть, это не значит немедленно, что он вышел из строя. Он просто сам себя защищает таким образом. Конечно, я знаю, что у нас есть инсталляторы очень умелые. Самый лучший регулятор я видел, как один магазин мне вернул и сказал, что это брак. Когда электрик центральную плату, которая пластмассовая, большими деревянными болтами через весь регулятор был прикрутим. И в таком случае в регуляторе существует такая защита, которая называется пожароопасная защита. И регулятор издает такой запах, что сразу понятно, что сработала эта последнего уровня защита. Ну, в принципе, его надо выбрасывать. Он пахнет старыми яйцами, грубо говоря. Там есть специальный такой терристор внутри, который перегоряет, и дает такой запах, что вы знаете, что он сгорел. Что сейчас там сделать нечего уже. Но умельцы у нас бывают. К сожалению, такого сгоревшего хорошо я еще не видел. Не удавалось. В основном они, как я говорил, защищают. То есть или он переключается, или он отключается. То есть при следующем включении он возвращается в начальную позицию. Это о стандартных светорегуляторах. Ну и мощность, как вы видите, для стандартных ламп это до 400 Вт, для LED-овых до 200. Конечно, этот нижний порог достаточно низкий, но, как я говорил, у регуляторов самая большая проблема – это электроника. Из-за того, что здесь нету нуля стартовые токи. Даже с тем, что он их скидывает на достаточно низкий уровень, то есть нуля, да, то есть все равно они получаются 50 раз из номинала. Это очень много. Исходя из этого, эти LED-ы очень лимитированы на регуляторах. То есть почему вы видите, да, как бы кажется, что ток очень маленький, и клиенты думают, ой, я поставлю их больше, там же ничего не будет, там же ватов нет. А там есть очень большие эти стартовые токи. Исходя из этого, для LED-ов только 200 Вт ампер. Это касается стандартного регулятора. Следующий регулятор – это так называемый ПУК-регулятор или маленькая таблетка, которую мы можем поставить сзади любой стандартного включателя или звонковой кнопки. И управлять с низкого места. Всех те же самые установки, как у предыдущего, то есть те же самые защиты и все так далее, та же самая номинал. Но преимущество то, что вы просто берете стандартный выключатель, меняете его на звонковую кнопку и сзади прячете светодорегулятор. Плюс его можно ставить в управление с низкой комест. То есть если переключатель есть, крестовое выключатель, все меняются на звонковые кнопки, и таким образом происходит полная регуляция самых осветительных приборов. Очень маленький миниатюрный. Единственное, что я обычно советую, лучше выбрать коробочку чуть-чуть поглубже. То есть не брать 40 мм, он помешается в реальности. Он достаточно маленький. Где-то я спрятал, по-моему, в кармане. Настолько маленький, что даже, как вы видите, не найти. Такой красивый светодорегулятор. Ну и произведем здесь, в Прибалтике. Это не Китай. Здесь, в Риге, у нас такие светодорегуляторы делают. Следующие так называемые светодорегуляторы на Денрейку. Чем они примечательны? Есть две разные версии. Один стандартный, второй с дополнительными функциями. Что они из себя представляют? В основном, конечно, это те красивые дополнительные функции. Из-за того, что у меня лимитация по времени, попытаюсь быть достаточно коротким по этим функциональным вещам, что они из себя представляют? Всего есть, как вы видите, 10 разных функций. Первые три функции в основном предназначены для ламп так называемых целых, то есть газоразрядных компактных пластцентных ламп, которые можно регулировать. То есть этот регулятор даже справляется так называемым газоразрядными лампами. Конечно, диапазон их регулировки достаточно маленький. Они этот параметр имеют с тем, что есть некоторые производители, которые позволяют лампу при включении всегда должна включаться при достаточно высоком уровне, потом она демеряется автоматически вниз. То есть при включении она включается достаточно высоко, потом она регулируется вниз. Но эти все первые три программы, как вы видите, именно связаны с этими целая лампа. Следующий вариант таков, что так называемая программа 4 для тех проблематичных лэбов, которые включаются, как я говорил, из-за того, что этот регулятор тоже супер-универсальный, он автоматически дископирует нагрузку, он должен найти, какая нагрузка подключена. Но если лампа с проблемой с той, что она начинает прыгать и не знает, какая нагрузка она есть, используется программа 4. Программа 5 используется для того, чтобы установить максимум, минимум, чтобы вы не нажали кнопку и там ничего не происходит, клиент не будет доволен с этим. Следующий вариант – программа комфорта. В принципе, самая широкая программа, что она позволяет? То есть при одном нажатии вы включили свет, при другом нажатии свет выключили. Нажали, держите, свет будет подниматься вверх-вниз, да и соответствующий, когда вы отпустите, он запомнит предыдущий выставленный уровень. Но что программа комфорта дает дополнительно? Так как в самом регуляторе, как вы видели, есть вторая установочная кнопка, которая касается времени, есть возможность так называемого включения утром. Вы нажатии, например, нажали утром два раза, и лампочка медленно, как в кинозале, но не гаснут, а будет включаться столько времени, сколько вы поставили. Вы поставили, например, полчаса. Полчаса будет свет, медленно, как солнце восходит, у вас дома загораться. А не резко таким образом загорается. Просто вы должны два раза по выключателю ударить, он автоматически. Мы посмотрим, как электрики с этим справятся. Сегодня на стендах эти вещи есть. То же самое, вечером вы идете спать. Хотите прочувствовать реальный закат. Взяли, два раза включили, и чисто если поставить целый час, он будет медленно гаснуть, то, в принципе, вы сами автоматически будете выключаться. Ну, существует такая интересная функция, так называемая, проснуться и ложиться спать. Ну, скажем так. Потому это комфортная функция. Это касается функции 6. Седьмая функция стандартная. Здесь выбраны эти комфортные функции. Потому что много есть дети дома, может, они там что-то нажимают, что-то там не так делают. В этом случае есть возможность выбрать, что не существует этой комфортной версии. То есть задержки времени сюда-туда. Восьмая функция. Восьмая функция интересна тем, что очень многие пользователи не любят, что они никогда, они говорят, а я нажимаю кнопку, как я буду знать, в какое направление сейчас свет пойдет. Исходя из этого, можно использовать это подключение, что, как вы видите внизу, через диод, когда есть возможность, одна кнопка делает всегда включение и только вверх, вторая кнопка выключения и всегда вниз. То есть у клиента всегда будет понятно, что он делает. Здесь он включает и всегда регулирует вверх, здесь он выключает и регулирует только вниз. Это по выбору клиента. Функция 9, так называемый принцип лестничного выключателя с задержкой времени. Из-за того, что здесь внутри есть уже таймер, просто было глупо не использовать эту функцию. То есть принцип такой, вы нажали кнопку, свет горит, после определенного времени он падает наполовину и потом медленно-медленно гасит. То есть в принципе, если это использовать в коридорах длинных, вы идете по лестнице ввыск, где-то на половине задумались, лампочка включилась на 50% и дает вам понять, что через 30 секунд она выключится. Вы принимаете решение, или бежать по лестнице быстро вниз, или включить еще на этот период следующий. То есть такой интересный предупредитель, который говорит о том, что он скоро выключится. Ну и функция 10 с возможностью того, что есть возможность подключения через эти диоды, которые дают разного параметра сигнал, вы можете дома сконфигурировать таким образом, что заходя через одну дверь, у вас один уровень освещенности, а заходя с подвала, у вас другой уровень освещенности. То есть подая сигналы с разных мест, вы имеете разного уровня освещенности. Это уже такая более интересная функция, которая включается, и потом автоматически выключается, в зависимости от того, как вы ее правильно сконфигурировали. Так что такой интересный, мультифункциональный светорегулятор, я думаю, что практически для каждого нужна. Ну и потом два основных KNX-светорегулятора, которые тоже имеют все те же самые функциональности. Нюанс только такой, что здесь эти нюансы не выставляются на самом панели, но это управляется именно этой программой, и там эти установки полностью и указаны. Ну и последнее, то, что я хотел сказать, по поводу дыма в тугле, который позволяет проверить, работает ли эта лампочка с конкретным светорегулятором. Самый важный момент, я всегда советую обычно, конечно, все приходят к лампочке, говорят, а эта лампочка там есть? Ну, есть разные варианты. Вы в дыме в тугле забиваете бар-код, он распознает эту лампочку, если она там есть. Там очень большая дата-база, в принципе. И наоборот, вы смотрите светорегулятор и потом смотрите, какими лампочками лучше подбираться. Шнайдер закупает лампочки, тестирует с этими светорегуляторами и дает рекомендации по их применению. Очень часто существуют таблицы, где даже стандартный светорегулятор тоже указано, что можно использовать, но там сразу описано, он изделяет звук, чтобы не было никаких сюрпризов. Потому что он имеет такой побочный эффект. И так далее, и так далее. Но пользуйтесь динмертолом, он вам поможет легче справиться с тем, как подобрать правильную лампочку спальному лэдовому осветителю. В принципе, это все от меня. Вопросы, предложения? Это разговор о стандартных лампочках. Это разговор о лэдовых лампочках, которые можно регулировать. Да, то есть, которые можно. Которые можно. Нет, регулируется вообще. Это сразу забудьте, потому что сами понимаете, что сам трансформатор или драйвер рассчитан таким образом, что он еле-еле дает лампочке работать. То есть, они не будут там вложить ни копейки больше, сколько нужно. То же самое со светильниками. Вопрос, какими? Разные производители, которые есть. Да, если производитель указал, что его можно регулировать, значит, его можно. Если он указал, что нет, в принципе, большие светильники, самый лучший вариант, каким образом он регулируется, это через Дали протокол. Да. Да, если использовать Дали, то Шнайдер со своей стороны предлагает Дали есть такой Дали, ну, который ставится на деймрейк. У нас есть с ССРНЕТ выходом и с веб-аппликацией, которым очень хорошо можно это выставить, даже с готовыми сценариями. Дальше. Тогда еще буду. Да? Мы говорили вообще о выключателях, а так далее. Я думаю, там еще большая проблема есть из-за того, что выключение автоматом уже включено в состоянии. и там возможно, что сработает отсечка. Выключатель, выключатель, да, я понял, о чем речь, да. Из-за этого я говорил, если мы используем ИЦТ, вот эти контакторы, импульсный реле, у них вообще бесконтактное включение. Там вообще не будет проблем. Если использовать контакторы, я всегда советую использовать контакторы два номинала выше. Очень простой пример. Да? Пюро, четыре светильника, по 42, где-то выключатель. Без проблем можно ставить из 10-амперной, из 16-амперной. Ну, в принципе, отключение ток будет там до 20, или там получается где-то 9-25, больше. Ну, это ничего. Он очень, этот ток, из-за того, что он в одном сегменте, он очень маленький, он, скажем так, он не молния. Он существует, но выключатель это выдерживает. В принципе, наши тесты показали, что, я помню, что мы тестировали, например, 16-амперный выключатель, они показывают даже нормально работает при 25-ти амперах и долгосрочная нагрузка. Она вот краткосрочная. И самое главное, чтобы она не создавалась эта искрения огромная. А ток очень маленький, из-за этого на выключателях пока не замечали таких проблем. Они, все-таки, они 10-ампер, если смотреть, ну, там, 4 светильника, ну, сколько там ампер было общая нагрузка? Если посчитать, это нагрузка маленькая. Ну, а то бридж, если она будет уже близко к 10-ти амперам, тогда эта проблема может появиться. Около 1 ампера, но при включении повышение тока идет до 250 раз. Да. ток очень маленький. Не маленький, кратковременный. Ну, в том-то, ток большой, но он кратковременный. Но его разрушающая сила тоже очень маленькая. Но автоматический выключатель его воспринимает как короткий ток. Потому и он отключается. Это разница. Потому что он срабатывает нолькома 2 миллисекунды, а этот дает нолькома 5. И он сразу его детектирует как короткий ток из-за того, что этот, ну, по цепи он получается достаточно высоким. Из-за этого он срабатывает. А выключатели, в принципе, он выдерживает это. Главное, чтобы автомат выдерживал. А выключатели не будут иметь никаких проблем. выключатели имеют проблемы, когда большое количество водилов... И контактеров не должен быть проблем. Ну, контактеров, да, но контактеры, как в их случаях используют? Их используют когда, когда большое количество светильников. О чем речь? И тогда мы уже говорим, если вы будете ставить или 40 ставить, или 63 ампера контактер трехпазный, я советовал бы сразу 63. Ничего вы не потеряете. там есть возможность манипулировать. Таких таблиц нет. Давай еще раз. Ну, в принципе, таких таблиц нет. Сколько на контактер, сколько можно подключить... В этой таблице, где указываются автоматы, там надо посмотреть именно наши контакты, по-моему, там в этой книге электрика была. Шнайдер и других производителей на контактеры, модульные контакты, или есть таблицы то же самое на выстоках? Да. То же самое. На... Нет, эта таблица, где я показывал, там были автоматы и контактеры тоже рядом. Там этот installation guide, он существует по всем этим параметрам. Именно то, сколько... И при том, там указано, какие лампы, какие контактные контактеры, такие же таблицы есть. Именно эти модулярные контакторы. Я не говорю об индустриальных. Это... Там... 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 Продолжение следует...